Молодежное международное сотрудничество является одним из основных актуальных направлений сферы молодежной политики. Сегодня реалии жизни мира побуждают нас к установке постоянных диалогов между сообществами всех уровней. Идея форума, направленного на выстраивание отношений между странами, принадлежит Анастасии Корнауховой, которая вот уже четвертый год успешно координирует свой проект. Мы традиционно в этом году будем моделировать работу Международного суда ООН, Всемирной организации здравоохранения, Организации исламского сотрудничества, Международного пресс-центра, Организации Европейской комиссии на английском языке. А вот изюминкой этого форума станет моделирование Шанхайской организации сотрудничества. Результатом, который можно измерить, у нас считается на форуме резолюция, по итогам форума участники создают резолюцию, в рамках которой они отображают те изменения, которые они хотели бы предложить для решения той или иной проблемы, в рамках повестки, которые рассматривает организация. Повестки мы выбираем всегда максимально актуальные, то есть мы выбираем повестки примерно за месяц, за два до начала мероприятия, те повестки, которые существуют в современном мире. В течение четырех дней участники события в рамках одной из организаций рассматривали повестки заседаний, искали пути решения актуальных вопросов и сторонников своей позиции. Я являюсь экспертом Международного суда, и, само собой, каждый из судей, экспертов и президиума имеет вот такую мантию, мантию суда, ну я думаю, что это похоже, да, мантию судьи. Я изучил огромное количество научных материалов, статей по работе Международного суда, по нашей повестке. Я общался с нашими будущими делегатами, я их отбирал как эксперт. Также я написал свой доклад в рамках этого форума для обеспечения работы Международного суда. Поэтому это была огромная, великая и техническая работа, но мы справились. Международного суда